Введение во Храм Пресвятой Богородицы 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 Но в те времена, когда еще монашество не существовало, как такового, были иные формы посвящения себе Богу, в Иерусалимском храме существовала такой обычай, традиция. При храме жили благочестивые люди, посвящавшие себя всецело молитве, трудам, изучению Священного Писания. И вот когда Марии исполнилось три года, ее благочестивые родители, и Аким, и Анна, торжественно из Назарета, пришли в Иерусалим, к Иерусалимскому храму. Когда они входили в сам храм и подошли ко святому святых, особое место в храме, в которое входил священник, первый священник, только один раз в год, Пресвятая Дева, Богородица Мария, будучи всего лишь юной, совсем маленькой отраковицей, взошла по высокой лестнице, как говорит предание, к самому святому святых, вошла в него, вводимая священником, первосвященником Захарией. По канонам, по уставу служения в храме, во святая святых мог входить только один первосвященник, и то один раз в год, принося жертву, искупительную жертву за весь народ. И тут вдруг такое чудесное событие. Первосвященник Захария вводит маленькую девочку, трехлетнюю отраковицу, во святая святых. Это событие изумило всех присутствующих здесь, а присутствующих было множество, родственники и такие же девочки, как она, и родители, и друзья, которые знали о том, что это необычная девочка, что ей уготовано особое место служения Богу. И вот само это событие, вхождение в Пречистые Девы Марии, во святая святых Иерусалимского храма, мы с вами сегодня и отмечаем вместе со всем православным христианским миром. Об этом событии мы еще поговорим в течение нашей трансляции. А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание, что в Успенском храме города Архангельска идет совершение божественной литургии. Поются особые праздничные антифоны, которые вторят праздничному событию, раскрывают его смысл. В алтаре готовится совершение Таинства Евхаристии. Духовенство и молящиеся находятся в храме. 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 ПЕСНЯ 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 Звучит третий антифон. Третий антифон среди изобразительных антифонов в православном богослужении всегда один и тот же. Мы слышим, как поются заповеди блаженства «Во Царстве Твоем помяни нас Господи, егда, то есть когда придешь во Царстве Твоем». И далее читается, поется текст из Евангелия, слова самого Господа Иисуса Христа. Заповеди блаженств в данный момент богослужения напоминают о проповеди Господа Иисуса Христа, о тех словах, которыми Христос обращался к народу, окружавшему Его с горы блаженства. «Блаженны нищие духом, потому что ибо их есть Царство Небесное». И мы видим, как из алтаря со Святого Престола износится в окружении свечей Святое Евангелие. Это священное действие изображает выход Христа на проповедь. Сама книга Евангелия, красиво украшенная, облеченная в оклад, изображает Христа Спасителя, приходящего в мир, ради спасения каждого из нас. Сама книга Евангелия, красиво украшенная, облеченная в окружении свечей Святое Евангелия. Сама книга Евангелия, красиво украшенная в окружении свечей Святое Евангелия. Сама книга Евангелия, красиво украшенная в окружении свечей Святое Евангелия. Субтитры создавал DimaTorzok Мы видим, как митрополит Архангельский Холомбургский Даниил в окружении духовенства вошел в алтарь, во святая святых храма. Это вхождение совершается для того, чтобы совершить божественную литургию. В древности люди, идя в храм, пели особые песнопения, антифоны, особые молитвы, которые готовили их к совершению литургии. И в этот момент, когда они подходили к храму, песнопения завершались, и начинался особый вид молитвословия, уже посвященных Господу. И мы с вами сейчас увидим, как в алтаре начнется пение Трисвятого после особой молитвы. Но, входя в алтарь, архипастырь, архиерей совершает кождение. Кождение – это тоже символический обряд, относящий нас во времена глубочайшей древности, во времена Ветхого Завета, когда в Иерусалимском храме накодильный жертвенник, первосвященник полагал ладан, который поднимался к небу дымом и распространялось благоухание, словно связывающее человека и Господа, свидетельствующее о молитве, приносимой Господу, свидетельствовало о жертве, приносимой от людей к Богу. Если думать об этом, то сегодняшний праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы, напоминает нам о той самой главной, важной жертве от всего человечества, которая была принесена Богу. Как говорят святые отцы, Пресвятая Богородица, Дева Мария стала той малой жертвой, даже, можно сказать, жертвенником, особым сосудом, которое все человечество принесло Богу. Она была чиста, невинна, посвящена Богу с самого детства, еще даже до своего рождения. И стала той, которая окажется Богородицей, вместит в своей человеческой утробе невместимого Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Завершается пение Тресвятого и мы видим, что уже под амвоном для продолжения богослужения находится диакон, который держит в руках святой апостол. часть Нового Завета, в котором содержится послание святых апостолов. Сегодня мы услышим отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям. Субтитры подогнал «Симон» 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 учая их премудрости, научая их разуму. И родители его удивились, почему Христос здесь задержался. И он говорит, я нахожусь там, где надлежит мне быть. То есть учить Слову Божию был рожден Господь Иисус Христос от Девы Марии. Опять-таки, видите, этот крывок связан со Словом Божиим. Еще в другом месте Евангелия мы слышим, когда Пресвятая Богородица с Иосифом Обручником и учениками Христа искали Его. И окружавшие Его люди укоряли Его. Матерь Твоя и братья Твоя стоят и ждут Тебя. Господь же ответил им, братья мои и матерь моя, те, кто слышат Слово Божие и исполняют Его. Слышание Слова Божие и исполнение Слова Божие очень важный для Господа момент. Пресвятая Дева Магомария слышала и исполнила Слово Божие в своей жизни. Господи, Иисус Христе Божий наш, призри милостивым Твоим оком на скорбь и многоболезненно его плеча от Твоих, в земли украинств и сущих, избави люди Твои от междоусобной брани, утоли кровопролития, отврати належащие беды, лишенная крова веди в домы, алчущая напитай, плачущая утеша разделенная совокупи, не остави стада свое, от сродних своих, во озлоблении и сущих умалитесь, но скорое примирение ко щедро даруй, ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати, мир Церкви Твоей и верным чадом я подашь, да единим сердцем и едиными усты, прославим Тя Господа и Спасителя нашего во веки веков. Как Вы уже сказали ранее, это ведение во храм, это двумдесятый праздник, один из главных праздников и третий в годовом круге. Скажите, Отец Валерий, а в чем такая большая особенность этого дня, этого события, ведения во храм Пресвятой Богородицы, что это событие выделено в отдельный самостоятельный праздник? Да, очень интересный вопрос и важный в духовном смысле, потому что важно понимать и осознавать глубину тайны, глубину и тайны, к которой призваны все люди, к которой призваны каждый верующий человек. Мы всегда ведь чтим о момент, когда все начиналось, с чего оно определялось. И вот череда двумдесятых праздников, она как бы раскрывает эту таинственную подготовку к важному и совершившемуся во Христе Иисусе. Подготовку духовную, подготовку преображающую человека, ту тайну, которая постепенно раскрывается в таких величайших событиях. И вот в этом празднике мы прославляем еще не совершившееся искупление, но предначинающее, предображение этого события. Только-только появляется, начинают исполняться обетования Божии. Еще даже Пресвятая Дева не родила Спасителя, но уже вошла в Освятая Святых. Это событие было уникальным. Никогда и до сей поры в Освятая Святых девочки, женщины не входят. В Иерусалимском храме было еще более строго. В Освятая Святых входил только один первый священник, иудейский, и то один раз в год для принесения кровавой жертвы за весь израильский народ. Заколался агнец. Кровь этого агнеца вносилась в Освятая Святых за завесу. И священник кропил кровью этого жертвенного животного на крышку ковчега. Во Святом Святых находился ковчег, на котором были изображены хирулимы. Там находились Моисеевы, скрижа Лизавета, прозявшие, то есть просвешившие жезл ооронов. И священник, когда кропил этой кровью, таинственно прообразовывал о том, что некогда произойдет жертва особого порядка, особой духовно возвышенной, которая связана будет с открытием для каждого из нас святого святых Бога. Первое в это святое святых Бога, первое в это Бога общение от всего человечества вошла Пресвятая Дева Мария. Она как бы первая из людей прикоснулась к тайне восстановления единства между Богом и человеком. В себе самой совершилось, в ней самой совершилось это таинство воплощения Господа Иисуса Христа. Поэтому сегодняшний праздник, праздник надежды, праздник того, что у Бога не остается бессильным ни одно слово, как говорит Священное Писание, что Господь исполняет всякое обещание, данное человечеству. Бог хочет, чтобы каждый человек спасся, чтобы каждый человек вошел в общение со Христом. А как войти в общение со Христом к грешному, оскверненному грехами и плотью человеку? Господь избрал ту единую Деву Марию, которая была чистая, посвященная Богу из всех людей, для того, чтобы через нее прийти для каждого из нас. Бог стал плотью ради каждого из нас. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, как говорят святые отцы церкви. В этом духовный смысл праздника. Он предвкушает величайшее торжество спасения человечества, разрушения смерти. Вы говорите о том, что Пресвятая Богородица в храм была введена, и это событие уникальное. Ни одна женщина там не бывала и не будет, и больше не было. В алтарной части имеется в виду, да? Во святом святых. Во святом святых. Вы знаете, да, совершенно верно, когда сама процессия подошла к Иерусалимскому храму, вот мы можем себе представить, шествовали, они подходили очень торжественно, с зажженными свечами, с пением, как это свидетельствует об этом церковные историки. Перед святым святых была высокая лестница из 15 ступеней. И девочка трехлетняя, торковица, 3 года была Марии. Она встала на первую ступеньку и мгновенно, молниеносно поднялась. Как это произошло, никто не мог понять. Маленький ребенок преодолел довольно-таки высокие ступени по числу особых псалмов, почему их было 15. И вот когда она подошла уже к самой высокой ступени, где стоял первый священник, первый священник каким-то наитием благодати Духа Святого неосознанно для себя заводит ее во святое святых. Берет за руку и ведет ее. Совершенно верно. То есть он, фактически, он нарушил закон, он превзошел закон. Закон, который был дан совершению обряда, он был изменен, потому что происходило нечто высочайшее духовно значимое событие. И вот это само событие было настолько непонято сначала всеми, но потом радостно воспринято, что событие попало в череду, в канву церковных праздников. И о том, что этот праздник почитался, мы знаем из описаний церковных историков с глубокой древности. Спасибо. Ну а сейчас давайте вернемся к богослужению в Успенском храме города Архангельска. Мы видим, что сейчас совершается особая молитва в алтаре у жертвенника, возглавляющий литургию архипастырь, митрополит Архангельский, холмогорский Данил, совершает проскомидию, поминает живых и усопших, полагая частицы крошечки хлеба из просфоры на дискос. Ему сослужат священнослужители, диакон, преподает кадила. Владыка возлагает над хлебом символы Рождества Христова. Напомню, что сам дискос является символом Вифлеемской пещеры. Та железная звездица, напоминающая крест, возлагается сверху на дискос, составляя словно объем над жертвенником. Она символизирует Вифлеемскую звезду. Затем на чаше полагаются покровы, которые напоминают о том, что тело Христово было обвито пеленами после уже его погребения. И сейчас мы видим, как дискос передается диакону, а потир, святая чаша, передается старшему из священнослужителей, отцу протерии Владимиру Кузеву сейчас она передается. И священнослужители, вынося из алтаря крест, копье, лжицу, как символы искупительных страданий Христа, выходят и подходят к алтарю. Этот обряд, это действие напоминает о входе Господа в Иерусалим, о добровольном шествии на искупительную жертву для того, чтобы принять крестную смерть и погребение. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского Евсия Руси, и спаса преображенские соловецкие обители священно-архимандрита, да поминет Господь и Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископа и епископа православная, весь священнический монашеский чин, притчат церковные братью и прихожен святого храма сего, благотворителей и благоукрасителей, вас и всех православных христиан, да поминет Господь и Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Только что мы с вами слышали, как митрополит Даниил помянул в своих словах перед Великим Входом имена святейшего патриарха Кирилла, архипастыри, паустры, священнослужителей и всех православных прихожан, находящихся в храме. Почему это происходит? Очень интересный момент. Дело в том, что божественная литургия, которая совершается в том или ином храме, всегда совершается на основании важного церковного решения, благословения, священно-началия. Когда мы поминаем на Великом Входе святейшего патриарха Московского всея Руси, мы говорим о том, что наша литургия совершается в каноническом единстве со всей русской православной церковью. Этими словами мы не просто вспоминаем патриарха, а мы свидетельствуем о том, что мы являемся единой церковью, предстоятелем которой является святейший патриарх Кирилл. В это же самое время в Москве, где сейчас совершается богослужение, святейший патриарх Кирилл поминает всех православных патриархов и древних восточных церквей, и автокефальных поместных церквей. Он совершает это свидетельство того, что наша литургия есть часть общей, всецелой, вселенской православной молитвы в этот день. Мы совершаем его единым словом, единым духом, и даже несмотря на то, что на разных языках, мы единой верой, потому что главное в нас едино, это наша православная вера. Есть еще один признак, который говорит о легитимном, если можно сказать, совершении божественной литургии. Обратите, пожалуйста, внимание, в алтаре на святом престоле, к которому подходят священнослужители, положен святой антиминс. Это плат, на котором нанесено изображение Господа Иисуса Христа, положенного во гроб. И вот в этот плат вшита частица мощей, частица мощей святых мочеников. Антиминс есть также благословение к совершению литургии. Без антиминса литургия совершаться не может. И наоборот, антиминс положен на престоле и можно сказать, что даже на любом месте, если нет возможности совершать литургию в храме, дает право совершать божественную литургию. Мы с вами, наверное, вспоминаем, когда приезжал святейший патриарх Кирилл к нам в Архангельск. Он совершал литургию на площади перед Драматическим театром, где некогда стоял Свято-Троицкий кафедральный собор города Архангельска. Литургия совершалась там потому, что был положен антиминс. Литургия — это общее делание. Общая молитва всей Вселенской Православной Церкви. Господа просила. В прочее время живота нашего в мире покаяния проживания. Господа просила. Христианские вручили живота нашего безболезненно, непустынно, мирных, и доброго ответа на страшных плодищи крестовья просила. Неверную святую святую И при это becomes Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только что мы говорили с вами о том, как духовенство, как священнослужители подчеркивают литургией свое каноническое единство. А сейчас мы увидим, как люди, молящиеся в храме, будут свидетельствовать о своей принадлежности к церкви. Сейчас будет петься символ веры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отец Валерий, говоря в предыдущем вашем выступлении про Святейшего Патриарха, о поминании его молитвы, мы все время произносим слово «Святейший». А каким образом это сообразуется со словами Евангелия о том, что никто не свят из ныне живущих, да? О том, что все люди грешны. Получается, что человека живого мы называем не просто святым, а святейшим, то есть еще более превосходящим святого. Замечательный вопрос. Чтобы на него правильно ответить, давайте попробуем вспомнить вот тот текст Евангелия. Господь говорил, не называйте никого себе Отцом, потому что один у вас Отец, Сущий на небесах. Господь говорил так о том, чтобы мы оценили отношение Бога, Отца к своему Созданию, к человеку. На кого человек может опираться и полагаться? Больше как на Бога с точки зрения верующего. Нет такого человека. И даже Отец земной, называющийся так или иначе, не могут дать человеку такую надежду, опору и силы к существованию, как Сам Господь. Поэтому Господь, так говоря, подчеркивал важность, значимость Бога, Отца в жизни человека, Господа в жизни человека. И абсолютно не запрещал называть Отцом, родившим Отца. Или просто Господь говорил о том, что человека с Богом связывают очень важные духовные связи, ради которого, ради вот этого соединения человека и Бога пришел Господь Иисус Христос на землю. Ну вот, Святейший Патриарх. Почему Святейший? Потому что Святейший отображает высоту Его служения Церкви. Когда Святейший Патриарх или митрополит, или епископ подписываются часто на богослужения, на антименцах, они пишут так, смиренный митрополит, например, архангельский холмогорский Даниил, понимая, осознавая свое недостоинство, свое служение. Но сам Святейшего Патриарха, предстоятеля за всю Церковь, он велик по своему духовному наполнению. Он предстоит молиться за всю Церковь. Он принимает благословения и решения, которые касаются всей Церкви, всех людей. Служение величайшее. — Правильно я понимаю, что здесь речь идет о том, что грешный человек занимает святое место по служению своему? — Совершенно верно. Совершенно верно. Именно это и подчеркивает. Поэтому говоря, Святейший Патриарх или Преосвященный, или Высокопреосвященный, мы подчеркиваем степень служения Христу. Вот как один из богословов Церкви говорил, в Церкви вот эта пирамида иерархии, она немножко иначе располагается. Тот, кто служит всем, он почитать себя должен меньшим. Опять-таки, по слову Христа Спасителя, кто хочет из вас быть большим, да будет всем слугой и будет всем как раб. Поэтому священнослужители, преданные служению Церкви, они, во-первых, являются монашествующими. Они полностью принадлежат служению Церкви. И, исполняя монашеские обеты, призваны всецело посвящать свою жизнь служению Богу и людям. Ну, а сейчас мы с вами должны услышать молитву Божественной Литургии. Совершается самая главная часть Литургии — Евхаристический канон. Главное чё nome. Благодарив, благословив, преломив, дадей святым своим учеником и апостолом рек. Песня «Примите, едите, сие есть тело мое, ежезавыломимое во оставление грехов». И идти от нее вси, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов. И нащу спасен через западе все же нас, бывшая креста, и на небеса восхождения, и весной сиденья, второе славное пакет и шесть лет. Твое от Твоих, Тебе приносящее, о всех и за все. Еще приносим кисловесную, еще и бескромную службу. И просим, и молим, и милесидеем, и спасли Духа Твоего, святаго на нын и вовсе. Боже, очисти мне грешного и помилуй меня. Боже, очисти мне грешного и помилуй меня. Боже, очисти мне грешного и помилуй меня. Господи же, пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоими спас славы и того благие. Не отыми от нас, но обнови нас, молящих Теся. Господи же, пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоими спас славы и того благие. Не отыми от нас, но обнови нас, молящих Теся. Господи, ежи пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим не спаславый, того благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Теся. И сотворил бы хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а ежи в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим, святым, оконяемся в речистому телу и крови Господа Богу, спас нашего Иисуса Христа, и я. Как уже быть и причащающимся в трезень души его оставления веков, приобщаясь к Тавку и Бога, дерзновение же к Тебе не в суд или в осуждение, да поменят Вас Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пристав, и вовеки веков. Как уже быть и причащающийся в трезень души его оставления веков, приобщения с Катаркой и Бога, дерзновение же к Тебе не в суд или в осуждение, ищи приносите Свою Северную службу, а ежи в вере и почешут право всех отцеп, патриархских апостолов в проповеднице и воединистого одержанца, и о всяком праве, и о всяком праве, и о всяком праве, и о скончавшемся. И зря одно, о пресвятей, пречистей, преблагословений славней, Владычице нашей Богородице и пресно Деве Марии. Пресвятая Богородица, помогай нам. Закончилось совершение евхаристического канона. Приготовленные для Божественной Литургии хлеб и вино духовно, неизреченно, небесно стали при сохранении своих физических свойств, духовно стали истинным телом и кровью Господа Иисуса Христа. По самому Слову Господа, который сказал, то так творить, так делать, его вспоминая. И сейчас хор исполняет задостойник праздника. Особое песнопение, которое снова и снова прославляет Пресвятую Богородицу. Вот как звучит этот задостойник по-славянски, а затем в переводе на русский язык. По-славянски. «Яко одушевленному Божию кивоту, да никако же коснется рука скверных. У снежеверных Богородицы немолчно глаз ангела воспевающе с радостью да вопиют. Истина выше всех и си, Дева чистая». И вот как переводят толкователи, переводчики этот текст. Надо сказать, что перевод выполнить довольно-таки сложно, потому что не получается очень красиво, так гармонично и сладкозвучно изложить этот текст. Ну вот такая попытка. Как живого ковчега Божия, да не касается рука непосвященных. У стажей верных, воспевая неумолчно, воззвание ангелок Богородицы в радости да восклицают. «Истинно Ты выше всех, Дева чистая». Обращаю ваше внимание, что мы с вами видели, как совершается евхаристический канон. Наверное, вы обратили внимание, что перед агнцем, перед хлебом и вином, которые прилагались в тело и кровь Христову, звучали молитвы. Дьяконы поднимали жертвенник, дискос и чашу над престолом. Владыка читал особые молитвы с поднятыми руками, звучали слова о жертве. Надо сказать, что богослужения, божествия и другие, которые приносятся, совершаются в храме, она есть напоминание, воспоминание той древней жертвы, жертвы первосвященника, о которой мы с вами говорили. Помните, приносились некогда кровавые жертвы. Заходил один раз в год первосвященник во святая святых и кропил крышку ковчега завета кровью жертвенного животного. Сейчас мы совершаем бескровную жертву. Мы приносим хлеб и вино, притворяемые в тело и кровь Христову, как жертву Богу. И наша жертва бескровная. Почему она бескровная? Потому что жертва, принесенная Господом и Иисусом Христом, была той самой жертвой всех жертв, которые мы припоминаем. И ничто больше не может заменить ту жертву Христа Спасителя. В нашем богослужении есть напоминание, воспоминание, вновь принесение благодатных плодов той жертвы в наш мир, в нашу действительность, в нашу реальность. Сейчас читается иктиня, вся святая поминувшая, и в молитвах духовенство готовится к причастию святых и христовых тайн. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас мы видим, что царские врата затворены, закрыты, церковная завеса также закрыта, духовенство в алтаре причащается святых христовых тайн тела и крови Христа. По богослужебной традиции православной церкви духовенство причащается под двумя видами, так как это происходило во времена земной жизни спасительно на той первой тайной вечере отдельно тело и крови Христа. Священники подходят по очереди к митрополиту Даниилу, вместе молятся, и владыка вручает каждому священнику в руку частичку тела Христова. Священник вкушает его, отходит, подходит к чаше и из чаши отпевает в буквальном смысле крови Христову о том, как это заповедовал делать сам Господь. Миряне причащаются после того, когда в алтаре подготовят святые дары. Тело Христово будет раздроблено на множество частиц, помещено в чашу с кровью Христовой и затем вынесено верующим для причащения. Скажите, Патюшка, что подобает делать прихожанам в этот момент? Обычно в храме все расползаются, не понимают, что нужно делать в этот момент, когда священники причащаются. Да, вы совершенно справедливо заметили такой момент, иногда можно наблюдать в храме. Но это время не паузы, не какой-то отдых, а это момент особой, сугубой внутренней сосредоточенной молитвы, молитвы покаянной. И как часто приходится слышать, хор в это время исполняет песнопения, посвященные празднику, либо покаянные песнопения, либо иногда читаются даже молитвы ко святому причащению, те, которые были прочитаны людьми накануне дома. Зачем они вновь читаются? Для того, чтобы настроить человека к причастию святых тайн Христовых, для того, чтобы тихонечко постоять в смирении, сокрушении своего сердца и подготовить себя к причастию святых тела и крови Христа. Потому что как можно себе представить то, что происходит в этом таинстве? Невместимый Бог приходит к нам в человеческую плоть, становится сотелесен с нами, Он стал сотелесен с нами в воплощении и в причастии, мы приобщаемся к этой величайшей святыне, этого таинства. Мы становимся единокровны и единотелесны с самим Господом. Поэтому так важно в этот момент употребить именно для такой духовной сосредоточенной молитвы. Ну, понятно, что в этот момент обычно подходят к кому-то и детки, и мамы. Это такой момент подготовки к причастию, поэтому надо всегда стараться в этот момент быть с Богом, возносить ум к Господу и внешне не раздражаться тем, что кто-то переходит, готовится к причастию, кто-то, может быть, идет с исповеди, кто-то вдруг понимает, что стал он там, и нужно ему подойти к причастию. Нужно помнить, что вокруг окружают нас не чужие люди, а свои Богу и свои поверья. Вот. Приходская община, как правило, очень с пониманием относится к этим ситуациям. Главное стараться, чтобы не нарушить, не разрушить тот мир, гармоничный мир молитвы, который создавался на протяжении всего богослужения до этого момента, чтобы благочестиво, благоговейно войти в общение с Господом к Таинцу Святому Пречащению. Скажите, Патюшка, а в каком возрасте Пресвятая Богородица, собственно, родила своего Божественного Сына? Об этом нигде мы с вами не найдем. Жизнь Пресвятой Богородицы, как и жизнь Господа Иисуса Христа до начала Его проповеди, покрыта тайной, сокрыта, только лишь некоторые свидетельства мы знаем, предания. Например, мы знаем, что после того, как Пресвятая Богородица была посвящена на служение Богу, вот в три годика, когда ее отдали в Иерусалимский храм, Иерусалимский храм ведь был и словно небольшим монастырем, как бы мы сказали, вокруг находились помещения, в котором жили святые, благочестивые девы и мужи, которые научались и научали других в Слову Божию, Священному Писанию, приводили дни в молитве и трудах во Славу Божию, и так и Пресвятая Дева Мария. Но дело в том, что у иудеев существовала такой обычай, такая традиция, чтобы посвящать всякую деву, давать ее замуж, как бы мы сказали, посвящать ее, давать семью. Не могло быть, чтобы девушка не была замужем. Это считалось недостойным. Что было делать с Девой Марией? Вот как открывает нам священное предание, очень интересно. Она находилась в храме, и первосвященник Захария нашел, чтобы исполнить вот этот закон иудейский, и чтобы не лишить ее чистоты и девства, Деву Марию, он обручил ее с Иосифом, праведным мужем, который по возрасту годился в дедушке Марии. Обручил ее и посвятил ей, посвятил их друг другу, но с соблюдением ее чистоты, ее девства. И праведный Иосиф стал ее, ну, по закону, законно мужем, но по естеству таковым не был. По сути, хранителем. Хранителем, да. И вот когда, это произошло, когда ей было 15 лет, говорит предание. И после этого праведный Иосиф забрал Деву Марии из Иерусалимского храма и отвел в свой родной город, который был близким и родным городом для Девы Марии, Назарет. И там она находилась все время, и мы знаем уже евангельское повествование, свидетельство, что именно в Назарете совершилось событие благовещения, когда архангел Гавриил, явившись Деве Марии, свидетельство о том, что она станет Богородицей, что она примет в очреве и родит сына, и нарекут имя Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их. Надо сказать, что это событие мы будем вспоминать следующее. Следующий, двенадцатый праздник будет праздник Рождества Христова. Вот это событие рождения мы будем вспоминать в ближайшее время. Поэтому та таинственная жизнь Господа и Девы Марии, она является свидетельством освящения Богу, служения. О Христе мы знаем немногое. Есть разные теории и разные толкования, почему это происходит так. Но большинство склоняется к тому, что самое главное хотели сказать и сообщить писатели Евангелия, апостолы о том, что совершил Христос по своем выходе на проповедь. Это один момент. А второй момент, по иудейской традиции, человек, который проповедовал и свидетельствовал о своей жизни до 30 лет, такого человека не слушали, его не воспринимали. Он не мог быть учителем. Учительствовать человек мог только тогда, когда ему наступил возраст 30 лет. И другое отношение было к женщине. Поэтому вот еще и с этим можно связывать такие моменты. Хотя были попытки писателей изобразить, описать как-то детство Иисуса. Есть даже такое вот апокрифическое сочинение Евангелия детства Иисуса и другие книги, которые отражают предания церковные. Например, о сегодняшнем событии мы также узнаем из преданий, из некоторых полкрифов. Но в целом эти Евангелия были не приняты, поскольку догматическую истину они исказили. Ну а мы видим, что сейчас в Успенском храме начинается таинство причащения, совершаемое Мирианом, для Мириан. Вечастники, повторяйте за мною молитвы ко Святому Пречащению. Верую, Господи, и исповедую я по Таисе воистину Христос, Сын Бога жива во пришедой в мир, грешное спасти от них же первые смазки. Ищи веру я по сей самое причистое тело Твое, и сей самая честная кровь Твоя. Молюсью по Тебе, помилуй мя, и прости мя при решении мая, больная и невольная. Я же словом, я же делом, я же ведним и неведним. Исподоби мя неосужденно, причастите себя при чистых Твоих таинств, во оставлении грехов и в жизни вечную. Аминь. Вечери Твоя тайна и дней, Сыне Божий, причастниками оприми. Не по врагам Твоим тайну повем, не лап занять и дам, як у Иуда, но як у разбойник, исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царствие Твоем, да не в суд или во осуждение будет не причащение. При чистых Твоих таинств, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Напоминаю, кто не был на исповеди, что рыба пил, вкушал в этот день, тот не должен подходить к чашек. При чистого тела и крови Господа Бога спас нашего Иисуса Христа. Причащаются рабы Божие Анастасия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раб Божий Ростислав в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Ольга в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия Татьяна, в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия, любовь, в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия, надежда, в оставлении грехов своих и в жизни вечную. раба божия алифтина в оставлении грехов своих и в жизни вечную раба божия елена в оставлении грехов своих и в жизни вечную сеплика сусю стопы раба божия татьяна в оставлении грехов своих и в жизни вечную раба божия татьяна в оставлении грехов своих и в жизни вечную все прикасусь том раба божия людмила в оставлении грехов своих и в жизни вечную раба божия дарья в оставлении грехов своих вечную все прикасусь у столб и раба божия антонина в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия Валентина, в оставлении греков своих и в жизни вечную. Раба Божия Светлана, в оставлении греков своих и в жизни вечную. Раба Божия Мария, в оставлении греков своих и в жизни вечную. Раба Божия Ольга, в оставлении грехов Своих и в жизни вечную, все прикосу с Том Твоим. Раба Божия Лариса, в оставлении грехов Своих и в жизни вечную, все прикосу с Том Твоим. Раба Божия Антонина, в оставлении грехов Своих и в жизни вечную, все прикосу с Том Твоим. Раба Божия Тамара, в оставлении грехов Своих и в жизни вечную, все прикосу с Том Твоим. Раба Божия Елена, в оставлении грехов Своих и в жизни вечную, все прикосу с Том Твоим. Раба Божия Мария, в оставлении грехов Своих и в жизни вечную, все прикосу с Том Твоим. Раба Божия Татьяна, в оставлении грехов Своих и в жизни вечную, все прикосу с Том Твоим. Раба Божия Елизавета, в оставлении грехов Своих и в жизни вечную, все прикосу с Том Твоим. Раба Божия Надежда, в оставлении грехов Своих и в жизни вечную, все прикосу с Том Твоим. Раба Божия Надежда, в оставлении грехов Своих и в жизни вечную, все прикосу с Том Твоим. Раба Божия Елена, в оставлении грехов Своих и в жизни вечную, все прикосу с Том Твоим. Раба Божия Елена, в оставлении грехов Своих и в жизни вечную, все прикосу с Том Твоим. Раба Божия, в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия, Ольга, в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия, Наталья, в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия, Светлана, в оставлении грехов своих и в жизни вечную. Раба Божия, Елена, в оставлении грехов своих и в жизни вечную, все прикосусь у стол твоего, ты не беззаконись от греха. Вознесися на небеса Божия по всей земле, слава твоя, отмы, Господи, грехи поминавшиеся здесь, кровью твоей честною, молитвами святых твоих. Вознесися на небеса Божия по всей земле, слава твоя, отмы, грехи поминавшиеся здесь, кровью твоей честною, молитвами святых твоих. Закончилось таинство святого причащения для духовенства и мирян. Мы видим, что чаша с телом и кровью Христа сейчас переносится с престола, предносится перед верующими, воспоминания вознесения Господа на небо. И затем мы видели до этого момента, как частицы хлеба, которые были вынуты в память о православных христианах, о всех тех, о ком люди просили помолиться в своих записках. Вот частицы этого хлеба, крошечки были опущены в эту чашу с особой молитвой, в том, чтобы Господь отмыл грехи всех поминавшихся здесь, кровью своей честною, молитвами святых своих. Святой Антиминс, плат, на котором совершалась литургия, сворачивается, сворачивается в еще особой платой, литон. Евангелие полагается на престол и звучит благодарственное после святого причащения Екатинья. Прости, приимши божественных, святых, причистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных христовых тайн. Достойно благодарим Господа. Достойно благодарим Господа. Достойно благодарим Господа. Отпусты проповедь. Отпусты проповедь. Благословение Господне. на вас, того благодатью и человека любим всегда, ныне и пристанье во веки веков. Слава тебе, Христе Боже, упованье наше, слава тебе! Христос, истинный Бог наш, молитвами причистое своей матери, пристательством честного, архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, святых славных и всехвальных апостолов, лыжевый святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, святых и праведных Бога Отец и Акима, и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яку блах и человека любец. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех вас, отцы, братья и сестры, поздравляю с этим праздником, двунадесятым видением во храм Пресвятой Богородицы. Почему именно вот этот исторический момент мы так торжественно празднуем? Потому что этот момент, момент перехода Божией Матери из родительского дома в храм Господень, является основной вехой в жизни Пресвятой Богородицы. Именно храм Божий сделал из этой маленькой девочки совершенную жену, которая способна была принять в себя самого Бога. не было бы храма и не было бы такой благодати, которую Божия Матерь получила именно в святом храме Божием. Мы знаем, как эту маленькую девочку родители привели в храм Господень, как им было тяжело расставаться с самым любимым человеком, но они передали эту крошку самому Господу. И она, не обернувшись на родителей, поднялась через все ступени, где ее встретил первый священник и ввел во святая святых. Вот когда мы все это осознаем, вспоминаем, то здесь я хочу привести пример из творения Феофана Затворника. Он в этот день говорил проповедь в 19-м столетии о том, что и нам с вами, каждому христианину, нужно взойти по ступеням. Эти ступени ведут в храм Божий, навстречу Богу, подняться от земной суеты к Богу, но невозможно подняться сразу с первой ступени на последнюю. Вот есть такая христианская последовательность. И вот Феофан Затворник пишет три ступени. Основные ступени восхождения христиан к Богу. Первая ступень называется отречение от греха, когда человек физически старается не делать грех. Вот эта первая ступень, он начинает ходить в храм Божий, он начинает вместо того, чтобы часть своего времени посвящать на развлечения какие-то, он посвящает Господу. Он начинает читать книги, молиться, смотреть духовные передачи, творить добрые дела, жить правильной семейной жизнью, стараться воздерживаться от осуждения, злобы, порока. Вот это первая ступень. Но из нее вытекает вторая. Вторая ступень, пишет святитель Феофан, это обращение внутрь себя, от внешнего только исполнения, это вхождение в свое сердце. И именно охранение, возбуждение в себе вот этих правильных чувств к Богу и хранение этих чувств. Потому что не просто само дело принимается Богом, а то намерение, которое было в сердце, те чувства и переживания. Я вчера говорил во время всеночного бдения, можно построить храм Божий и не приблизиться к Богу, а отдалиться от Него через тщеславие, через гордость. Это я построил. Сколько богатых людей в городе, а я один построил. И человек таким образом начинает гордиться, надмиваться, и благой поступок не приносит ему никакой награды. И так же и пост, можно сказать, я пощусь. А сколько вот таких ходит, ненормальных, которые даже лба не перекрестят. А я вот все-таки в храм хожу, а я утренние молитвы читаю, Евангелие. И человек может вот противопоставлять себе, других людей, унижая их в своем сердце. И таким образом это не приносит человеку пользы. Феофан Затворник пишет, что вначале Бог как бы не требует от нас, когда человек только приходит к Богу, чтобы он еще соблюдал свое сердце от страстей, от пороков. Потому что ему не до этого. Ему дай Бог удержаться от физического греха. А дальше он должен зайти на вторую ступень, соблюдать свое сердце от страстей, смотреть, какие чувства возникают, когда подходит человек, который сказал про тебя плохо, где-то. и мы чувствуем, что у нас к нему неприязнь, холодность, иногда даже злоба. И хочется все ему высказать. Что же нам делать в этот момент? Укорять себя. Пишут святые отцы и просить Господи, ты видишь, что устами я улыбаюсь и говорю ему хорошие слова, но сердце мое, ты видишь, в сердце нет этого. Господи, прости, Господи, помоги. И тогда Господь приходит на помощь постепенно, не сразу, но главное, чтобы было желание у человека. И он тогда не осуждает, не кревещет, не злобается. Вот это вторая ступень. А третья ступень это уже ходить пред Богом, как отцы говорят. Вот это блюсти свое сердце, освящая его благодатью Святаго Духа. Это уже состояние совершенных, совершенных монахов, совершенных христиан, те, которые способны удержать Духа Святаго в своем сердце. И это сердце просвещается настолько, что человеку открывается мир по-другому. Он начинает видеть, он начинает видеть часто сердца других людей. Он начинает видеть те события, которые еще даже и не произошли в этом мире. Или произошли далеко от него. Человек облекается в особую благодать, которая дает ему дары, прозрения, чудотворения. это третья ступень. Вот Божия Матерь прошла все ступени и возвысилась настолько, что стала выше херувимов, серафимов, выше всех чинов небесных сил. Что может быть выше? И вот каждый из нас с вами сейчас должен подумать, а на какой ступени я нахожусь? На первой? На второй? или на третий? И святитель Феофан говорит, на какой бы ступени мы не находились, самое главное, чтобы мы стремились вперед и вверх к Богу, чтобы мы не останавливались. На духовном пути нельзя останавливаться. Вот как зимой, когда человек бежит, куда-то спешит, а очень холодно вокруг, он легко одет, ему нельзя останавливаться, потому что он вспотевший, легкая одежда, и он тогда заболеет, замерзнет. Вот так же в духовной жизни мы должны стремиться к Богу. И святитель Феофан еще приводит такой пример, что если мы возьмем сосуд и в этот сосуд будем смотреть, а там будет вода, то мы не увидим ни свое лицо, ни звезды, ни солнце, мы ничего не увидим в этом сосуде, в этой воде, если она будет мутная, а если мы не будем вот тормошить этот сосуд, а внимательно посмотрим, остановимся, вот не будем суетиться, вот что в нашей жизни мешает нам увидеть себя, свое сердце, это чрезмерная суетливость земная, мы боимся, что вот кризис у нас пропадет то-то, у нас не получится то-то, мы не успеем, и мы все берем на себя, мы забываем про Бога. Я вчера прилетел из Москвы и встречался там с одним человеком, он рассказал про свою семью, жена не так давно пришла к Богу, двое детей, и вот дети два месяца болели, вот эти малыши, и, говорят, лучшие врачи, у него есть деньги, у него есть все, он, говорит, я всех приглашал, таких врачей, и китайцев приглашал, и ничего не могло помочь, и вот однажды жена говорит, я уже отчаялась, ничего не помогает, маленький ребенок, ему там буквально год, с небольшим, он болеет, и болеет два месяца, то одно, то другое, я тогда встала на колени, заплакала и стала просить, Господи, ну помоги мне, ну видишь, я такая несчастная, ничего у меня не получается, Господи, помоги, ты видишь, ты всех любишь, я нас вот рыдаю, я, говорит, я плакала, плакала, от всего сердца молилась, и вот когда я закончила молитву, встала, вытерла слезы, умылась, подхожу к коляске, а ребенок мирно сопит и спит, я попробовала, а у него температура уже нет, болезнь прошла, и вот она набирает трубку и рыдая, звонит своему мужу, а он не понимает, он думает, что-то еще страшнее произошло, она звонит, поделится радостью, и говорит, какая же я была дура, я забыла про Бога, я все упование возложила на вот этих врачей, на лекарства, а молитвы у меня не было вот такой горячей, а здесь, ты представляешь, я плакала, я просила Господа, помоги, я понимала, что что-то должно было произойти, ну хотя бы полегче, чтобы стало ребенку, и вдруг она вообще ушла, вся болезнь, и вот он говорит, уже прошло две недели, ребенок ест хорошо, восстанавливается, как часто мы забываем про Бога, вроде бы теоретически, мы помним, что он есть, а вот сердце наше, оно холодное, оно не воспламеняется, молитва, и вот эта третья ступень и называется горение сердца, когда она горит, постоянно, ко Господу, но невозможно его достигнуть искусственно, отцы церкви учат, что все придет в свое время, и вот на краткий момент, где-то Господь говорит, что я рядом, я готов тебе помочь, но потерпи, вот и Божьей Матери было трудно в Иерусалимском храме, она была девочкой, маленькой, ей хотелось излишне поспать, отдохнуть, где-то поиграться, побаловаться, она несла с этого младенчества тяжелый крест, крест служения, крест молитвы, крест предстательства, и вот ныне она на небесах и одновременно здесь с нами, она видит и наши сердца, уходникам Божьим дан дар от Бога, они видят сердца, которые их призывают, просят, молятся, сколько бы таких сердц не было, будет таких сердец миллионы, Божья Матерь всем найдет время и поможет, другое общение в Духе Святом, и вот от нас требуется вот это восхождение, деятельная наша любовь, христианская, чтобы она была сердечная, Божья Матерь всех любит и отзывается на нашу маленькую любовь, но чтобы и мы полюбили людей, живущих рядом с нами, трудно их сразу полюбить, но хотя бы сделать какое-то добро, первая ступень, просто физическое добро, хотя сердце наше не согласно и требует отмщения, но мы помним, что мы христиане и мы должны за зло постараться воздать добро, и постепенно и наше сердце начнет успокаиваться, и мир этот покажется другим, более светлым, радостным, каким его создал Господь. Я желаю каждому из нас вот этого духовного совершенствования, оно совершается в Храме Божием в первую очередь и в нашем сердце. Дай Господь, чтобы вот этот путь восхождения мы с вами всегда старались здесь проделывать, никогда не останавливались на достигнутом Аминь с праздником. Дорогие друзья, на этом трансляция из Успенского храма праздничного богослужения на праздник введения во Храм Пресвятой Богородицы заканчивается. Я от своего лица, от лица телеканала ПС благодарю, во-первых, наших сотрудников, которые работали в СБ и ПТС и обеспечивали эту трансляцию. Благодарю настоятеля и клир храма Успения Пресвятой Богородицы и пархиальных служащих, а также нашего комментатора священника Валерия Суворова. Благодарю вас всех и с праздником! С праздником! Спасибо, Михаил! Я желаю, чтобы помощь Божия сопутствовала всем нам. Субтитры создавал DimaTorzok